Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Два дела на одного депутата. Стрельбу на Троещине расследуют и прокуратура, и полиция. Какая роль у Сергея Мельничука? Тайна дамской комнаты. Сотрудница львовской налоговой брала взятку в туалете, и там ее, собственно, и взяли. Небазарная ночь в темноте и с кулаками. В Днепре сравняли с землей рынок. Кому он мешал? Остаться в живых. Мигрантов в Средиземном море спасать больше некому. Прокуратура Киева и нацполиция открыли два уголовных производства по факту вчерашнего инцидента между жителями Троещины, народным депутатом Сергеем Мельничуком и его охранником. Напомню, во время силового конфликта телохранитель открыл огонь из пистолета Стечкина. В деталях этого происшествия разбиралась любовь кукла. Сейчас здесь тишина. Нет ни райдеров, ни полиции, ни нардепов, ни возмущенных местных жителей. Но отголоски вчерашних событий со стрельбой слышны и сегодня. Детсаду быть. Здание досталось местной райадминистрации. Согласно постановлению суда. И уже сегодня утром отсюда вывозили свои вещи предприниматели, которые два года назад захватили помещение. Практика превращать детсады в сауны или похоронное бюро была весьма популярной. В Киеве три года назад журналисты насчитали почти 100 подобных контор в дошкольных учреждениях. Пару лет назад, когда в Украине было определенное безвластие, рейдеры воспользовались и захватили садик. Под эгидой, что это как бы сделана школа для инвалидов, они строили там бильярдную, развлекательную, сауны, общежития для вьетнамцев, которые работали рядом на Троеченском рынке и так далее. Но незаконных арендаторов удалось выдворить. Правда, не обошлось без казусов. На их защиту встал нардеп Сергей Мельничук, за что получил полицу. Начал отталкивать полицию, начал козырять корочками, начал там тыкать камеры свои, рассказывать кто что. Поэтому за это немножко по лесу от меня. После чего сбежал и вместе с охранником закрылся в машине. Местные жители забросали авто яйцами, прокололи шины и выбили стекла. После чего охранник нардепа начал стрелять из авто в воздух. Стороны так рьяно боролись за помещение детсада, что едва не дошло до суда линча над нардепом и его охранником. Полицейские прибыли якобы после вызова самого Мельничука. Хотя активисты вели стрим-трансляцию в соцсетях с самого начала конфликта. Теперь придется отвечать. Прокуратура Киева открыла уголовное дело. Тами расследуют дело о хулиганстве. Его открыли по факту. Вопрос, откуда на Троещине взялся автоматический пистолет Стечкин, который не входит в перечень, например, наградного оружия, пока остается открытым. Любовь Кукла, Юлия Жашко, Геннадий Аникиенко и Богдан Савруцкий подробностям. Телеканал Интер. Директором компании, через которую отмывали деньги, выделенные на проект Стена, была уборщица. За 500 гривен она оформила доверенность на управление фирмой незнакомцу. Об этом сообщает НАБУ. Напомню, что три компании, якобы занимавшиеся строительством Евровала, использовали для конвертации средств фирму-пустышку Китрейт. После технички руководителем конверт-центра под названием Китрейт стал некий Сергей Сергеенко. Он и оказался тем самым незнакомцем, которому уборщица за полтысячи гривен доверила управление фирмой. По данным следствия, практически за три года через компанию-прокладку обналичили минимум 17 миллионов гривен. Четыре из них руководитель фирмы снял со счета в банке «Глобус». Еще часть денег перевели на три других банковских счета, но уже в Сбербанке. Это то, что уже удалось доказать детективам НАБУ. Однако в бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре уверены, сумма украденных денег значительно больше. Пока по обвинению в краже средств проекта «Стена» предъявлено обвинение семи фигурантам. Они уже арестованы. Антикоррупционеры утверждают, следствие еще продолжается, и это не последние задержания. Напомню, Евровал – стройка века главного фронтовика Арсения Яценюка. Анонсированное им строительство мощных фортификационных сооружений на самом деле оказалось всего лишь обычным рвом. Земляной насыпью со смотровыми вышками, оборудованными камерами наблюдения и металлической сеткой. Впрочем, даже такое ограждение оказалось весьма недешевым. Стоимость проекта оценили в 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов гривен. В этом году собираются зарыть еще полмиллиарда. Пока одни зарывают деньги в стену, другие, например, чиновники нацполиции, инвестируют их в личные активы. Но вот только оформлять все предпочитают на родственников. И пока семья богатеет, правоохранители рапортуют об успехах в борьбе с коррупцией. Вот только где в этой борьбе пиара, где реальные результаты? Огромные загородные дома, шикарные автомобили и дорогие квартиры. Топ-следователи национальной полиции оформляют элитное жилье на своих родственников и скрывают реальные доходы. Такие расследования о жизни наших защитников неоднократно публиковались в СМИ. Например, замначальника управления, главного следственного управления Дмитрий Бут, указал в своей декларации, что его жена купила в 2015 году две квартиры общей площадью 200 квадратных метров, а также два гаража, ведь в собственности семьи Бута две машины Volkswagen Touareg. Хотя сложно представить, что с зарплатой госслужащего можно позволить себе хоть одно такое авто. Журналисты-расследователи выяснили, что в декабре 2014 года полицейский также стал владельцем дома площадью более 300 квадратных метров в селе Горениче под Киевом, а затем подарил его отцу. Но пока что ни в НАПК, ни в других антикоррупционных органах декларациями сотрудников полиции не интересовались. На жаль, я сейчас не могу сказать про высоток полицейских, потому что до этого вопроса не готовилась. Вы просто можете наносить сапог. Вы можете на нас вернуться, и мы вам нададим уже конкретную информацию. Чем нужно заниматься в полиции, чтобы жить на широкую ногу? Сейчас на своем посту Дмитрий Бут занимается делами общегосударственного значения. Самым громким делом стало задержание экс-главы ГСЧС Сергея Бачковского и его зама Василия Стоецкого. Прямо во время заседания Кабмина правоохранители перед десятками камер вывели коррупционеров из зала. Через некоторое время суд отпустил задержанных, но на свои места они так и не вернулись. Эксперты говорят, это обычная схема заработка, так называемая продажа кресел. Умовно кажучи, какого-то высокого чиновника затримуют. Те, кто затримуют, умовно кажучи, сразу заработают с двух сторон. С первой стороны, они заработают от самого чиновника, который заинтересован в руйнувании доказовой базы, в розхитывании и руйнувании следствия. Они заработают от той особи, которая приходит на место этого чиновника. Тут уже два джерела заработка. Потом эта справа рассыпается, про нее забывают, она перетворится в попіл. И новая справа, и новый элемент заработки. В целом, согласно статистике, только за последние полгода в суды поступило больше 4 тысяч коррупционных дел. Рассмотрели половину. Посадили лишь 120 человек. Эксперты говорят, чтобы скрыть настоящую статистику нераскрытых убийств и грабежей, такие показательные задержания взяточников будут продолжаться. Людям это надо, потому что людям надо шоу. Кормить мы их не можем, кормить мы их не хотим. Поэтому устраиваем им ежедневное шоу. Они радуются. Мы взяли такого-то. У него взяли золотой слиток на 25 килограмм. Сволочь продолжает жить счастливо, а народ продолжает обворовывать. Но Бут на свое добро зарабатывать начал давно. В СМИ пишут, что за ним еще со времен Януковича тянется шлейф скандальных дел. В определенных кругах его фамилия ассоциируется с заказными проверками и беспричинными наездами на предприятие. Еще в 2013 году Бут фигурирует в нескольких столичных рейдерских историях. Будучи следователем налоговой инспекции Деснянского района, он пытался захватить помещение компании «Игровые технологии». Там проводили незаконные обыски, не представляясь и не объясняя своих действий. Еще громче дело ресторана «Мандарин», где почти сутки 15 налоговых милиционеров незаконно проводили изъятие документов и финотчетов. Мандариновцев тогда спасло только вмешательство посла США в Украине Джона Тефта, поскольку один из владельцев был гражданином Америки. Правозащитники уверяют, такими делами следователи не только нужную репутацию у руководства зарабатывают, но и стелят себе дорогу в бизнес. Я конкретно знаю следователей, которые работали в управлении. И вдруг я узнаю, что через 10 лет, что они уже олигархи. У них свои предприятия, свои заводы, то-то-то-то. И третье. Больше того, несколько из них финансируют партии даже, политические партии. Это просто, чтобы вы понимали, что сейчас происходит. Но схема работает точно так же и сегодня. Ничего не поменялось. Бута даже увольняли из МВД. В 2016-м он не прошел переаттестацию, но вскоре суд в должности его восстановил, решив, что он и не должен был сдавать тесты. Эксперты говорят, никакой чистки в МВД не будет. Ведь такие, как Бут, там нужны. Как и уволенный замминистра Чеботарь, который из кустов рулит коррупционными схемами, как и рулил раньше. Сам министр Аваков покрывает рейдера Бута. Но вот будут ли покрывать его на БО, СБУ и на ПК? Вряд ли. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. О том, как Дмитрий Бут мешал работе американских фирм, и почему пришлось вмешаться послу США в Украине, наши журналисты расскажут в следующих выпусках. Без жилья рискует остаться украинский министр энергетики и угольной промышленности. Львовский бизнесмен Петр Дыминский добился ареста имущества Игоря Насалика. Почему предприниматель решил оставить чиновника без крыши над головой? Подробности в материале. Недвижимость Игоря Насалика Печерский суд арестовал по ходатайству бизнесмена президента футбольного клуба Карпаты Петра Дыминского. Действующий министр якобы должен ему крупную сумму денег. По данным Смитри, года назад Насалика доложил у Дыминского больше трех миллионов долларов. Теперь владелец Карпат через суд решил забрать свои деньги. При этом попросил арестовать квартиру чиновника площадью в 290 квадратных метров, жилой дом в 560 квадратов и земельный участок под Киевом в полторы тысячи квадратных метров. Печерский суд частично пошел навстречу Дыминскому и на три года наложил арест на квартиру и дом министра. Но не министрам единым. Вернуть долги придется и одиозному нардепу-радикалу Игорю Масичуку. Напомню, Приватбанк требует взыскать с него 53 тысячи долларов. По данным банка, в 2007 Масичук взял 20 тысяч долларов на ремонт квартиры. Жилье в порядок привел, а вот кредит почти 10 лет не погашал. Причем сам нардеп таким обвинением банка удивился. Во Львове на взятки в 100 тысяч гривен поймали сотрудницу фискальной службы. Старший ревизор требовала мзду у предпринимателя за то, что не будет проверять его бизнес. Деньги ей передавали в женском туалете облуправления ГФС. Там чиновницу задержали. В фискальной службе женщина трудится уже 20 лет на должности старшего ревизора. Она с июня этого года и теперь задержанной грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Деньги на Донбассе больше не ждут темноты, чтобы открыть огонь по украинским позициям. С самого утра бьют из тяжелых орудий, об этом сообщают в Минобороны. Горячо сейчас в районе Широкинова, Водянова и Авдеевки. Под обстрелами и опорные пункты армейцев в Песках. Все подробности у Ирины Баглай. Два дерева кустистые, за ними сухое дерево. Вот это их не дот. Не только зарылись, но и новые огневые точки соорудили. Боевики максимально воспользовались перемирием. Они усилились в плане крупнокалиберных пулеметов. У них еще появился один то ли утес, то ли ДШК. Пока сложно разобрать. Огонь по позициям военных в Песках наемники открывают ночью. А чтобы скрыть минометные расчеты, все чаще используют самодельное вооружение. Сейчас что-то у них тоже популярно накручивать на РПГшные снаряды 80-й мини, вот такие СПГшные снаряды, вот они тоже там работают. Прилетает осколочно-фузглассный снаряд, который как бы на 25 метров в принципе зона суть сильного уражения. Цель боевиков не столько попасть по пехотинцам, как выжечь все вокруг. По ночам так само летают трассера. Ну, используют крупный калибр, конечно, 12-7, такие как утес, ДАШК. То есть делают прострелы. Подпаливают, потому что, так сказать, делают цепи как подход. Очищают от растяжек и тому подобное. Никто нас никуда не откидывал, да если попробуют, будет у них это очень сложно, потому что позиции укреплялись. Ну, значит бояться, что. Военным завести инженерную технику невозможно. Вручную порой под вражескими обстрелами приходится копать траншеи. Было такое, что и в асфальте, камни все. Очень важно, потому что глубже окоп, дольше живешь. Когда видят, может обстреливать. Вот уже несколько дней в песках тишина, которая настораживает. Заводятся, перегоняются ту ночь, то еще что-то путаешь иногда с техникой гусеничной и тому подобное. Ну, доклады были и про гусянку, и про колесную технику. В основном они занимаются какой-то передислоцированием, схожим на реорганизацию, перегруппировку, стягивание куда-то сил. Когда относительно спокойно, это время военнослужащие, несмотря на жару и усталость, не теряют зря. Находят хотя бы час для тренировок. У каждого свой режим. Мне классно, у меня свое. У художника там свой набор штанг. У кота на свой набор штанг, груша тоже. Это все куплено за свои и таскается с собой, как самое даровое. В машину она всегда влазит. Физические нагрузки на боевых позициях приносят свои результаты. Тяжелое снаряжение и бронезащиту практически не чувствуешь, объясняет командир. В его подразделении спорт неотъемлемая часть армейской службы. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Тем временем донецкие боевики сочинили очередную историю о задержании якобы украинских диверсантов. Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлярская, достижениями похвасталась так называемая МГБ ДНР. Никто не трудился над тем, чтобы фейк этот выглядел правдоподобно. Людей на видео называют то сотрудниками СБУ, то армейцами, то кандидатами в агенты спецслужб. Запись явно сделана не летом. Елена Гитлярская подчеркнула, что подобные ролики не имеют никакого отношения к реальности и снимаются исключительно для запугивания местного населения. США и Северная Корея снизили градус противостояния. Состояние лидер КНДР Ким Чен Ын решил повременить с запусками ракет и понаблюдать за дальнейшими действиями штатов. Американский президент Дональд Трамп назвал такое решение мудрым и обоснованным. Об этом он традиционно написал в Твиттере. Отношения между странами накалились на прошлой неделе. Северная Корея пригрозила ракетным ударом по острову Гуам, где находится американская военная база. Трамп вызов принял и озвучил возможный силовой сценарий. И тем не менее США разместили в Южной Корее комплекс Патриот. Речь идет об усовершенствованной системе противоракетной обороны. Ее получила 35-я американская бригада, в распоряжении которой 12 зенитно-ракетных установок различного типа. На прошлой неделе свои комплексы ПРО для перехвата баллистических ракет развернула также Япония. В Украине проверят информацию о возможных поставках ракетных двигателей для КНДР. Такое поручение дал президент Петр Порошенко. По его словам, Украина соблюдает международный режим нераспространения ядерного оружия. И проверка подтвердит надуманность предположений об украинском следе в скандале вокруг ракет КНДР. Напомню, газета New York Times сообщила о том, что Северная Корея якобы могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, которые были произведены на украинском предприятии Южмаш. Протест на урановой шахте в Кировоградской области. Чтобы привлечь к себе внимание чиновников, сотрудники предприятия принесли на митинг гроб. Говорят, он понадобится украинской урановой промышленности, если бюрократы и дальше будут тянуть с лицензией. В чем проблема, разбиралась Елена Брынза. Больше тысячи сотрудников Смолинской шахты сегодня собрались у проходной предприятия на предупредительную акцию протеста. Уже три месяца шахтеры здесь не добывают урановую руду. Люди возмущены. Если так пойдет и дальше, и вовсе могут остаться без работы. Смолинская шахта обеспечивает рабочими местами почти две тысячи местных жителей. Я за что, почему вышла на этот митинг? Мы поднимаем этот вопрос, потому что мы знаем, что поселок распадется. Причина простого предприятия – истек срок лицензии. Уже три месяца ее не может продлить комиссия Госгеонедр Украины, хотя весь пакет необходимых документов руководство шахты предоставило. Шахтеров временно перевели на другие виды работ, но так долго продолжаться не может, уверяет директор предприятия. Этот долгий стан сам по себе ведет до сбыточности предприятия, не до отримания прибуток, псуванием техники, которая должна работать. Даже климатические условия в шахте очень отличаются от климатических условий на поверхности. Уже завтра представители Смолинской шахты поедут в Киев. К ним присоединятся сотрудники еще двух государственных шахт области, которым также не могут продлить лицензию. Елена Брынцева, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кировоградская область. В Закарпатской области задержали воров, которые качали солярку прямо из трубопровода. Шланг от него протянули почти на 2 километра во двор частного дома. Задержаны пятеро. Часть из них уже привлекалась за кражи. Оборудование для перекачки солярки и микроавтобус с заполненными бочками полиция изъяла. Во время обыска во дворе нашли почти 18 тонн дистоплива. В Днепре под Паркровом ночи сравняли с землей один из рынков. Для этого мэрия пригнала двухэтажный автобус с бойцами муниципальной охраны и сотню спортивных молодчиков. Чиновники утверждают, что таким образом они борются с незаконной застройкой. А вот владелец утверждает, что все документы у него на руках. В ситуации разбиралась Елена Миндалюк. Минутное видео, как ночью коммунальщики болгарка разрезают металлический ангар. Все, что удалось сохранить предпринимателям. Говорят, беспредел фиксировали многие. Но агрессивные молодчики выбивали телефоны из рук. Наталья рассказывает, около 7 вечера к рынку приехал полный автобус муниципальной гвардии. Вместе с неизвестными молодыми парнями оцепили территорию и начали силой выталкивать людей. Один меня схватил за ноги. Меня тупо швырнули за рынок. Мне перебили палец. В принципе, здесь творился просто кошмар. После чего они загнали свою машину с ребятами. Ребята начали газосваркой в тупу резать металл. Как и обещал на своей странице в фейсбуке мэр Борис Филатов, от рынка почти ничего не осталось. Местные жители возмущены. Было, с одной стороны, как бы хорошо, что вот в Крытии там все это цивилизовано, как бы там и мясное, и молочное, все это было в Крытии. Предприниматели в отчаянии говорят, на этом месте торгуют уже десятки лет. Никаких проблем не было. Только в начале августа их предупредили. Собирайте вещи. Почему, не объяснили. Позавчера мы ездили в мэрию. Мэра нема, никого нема. Мы приймем вас через два месяца. Пишите заяву. Ездили с киевского представителя. Везде были. Никто, ничего. В управлении торговли горсовета нам объяснили. Металлический ангар снесли, потому что у владельца не было на него разрешительных документов. А вот к самому рынку пока никаких претензий нет. Никто не мешал и не мешает сейчас существованию этого рынка. Проблема в незаконном строительстве объекта недвижимости площадью под тысячу квадратных метров. У владельца рынка своя версия. Говорит, оформление аренды тормозят чиновники. Только на проект землеотвода ушло почти полтора года. 4 декабря мы приобрели. 15 и 3 января 16 мы уже подали это заявление. Буквально через неделю после новогодних праздников. А решение нам выдали 21.06.17. Вот, месяц назад. Тем временем предприниматели разбирают завалы и готовятся к субботней торговле. Говорят, товар будут продавать даже под открытым небом. Ольга Теребинская, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Пенсионная реформа под вопросом. Нардепы внесли в законопроект поправки, которые полностью ее нивелируют. Об этом во время рабочей поездки в Херсонскую область заявил премьер-министр. Владимир Гройсман напомнил, что в первом чтении большинство депутатов реформу поддержали. Но в каком виде документ дойдет до второго чтения в сентябре представить сложно. Напомню, проект реформы, кроме увеличения страхового стажа до 25 лет, предусматривает также повышение пенсии с 1 октября. Сейчас уже есть ответственность, лежит на парламенте, на каждому конкретному депутату. Есть много поправок до этого закона, который уже дали депутаты. И эти поправки могут нивелировать, просто уничтожить этот закон. И поэтому наше завдание – это защитить его от такой, я бы сказал, руйнующей модификации этого закона. Отримать поддержку украинских парламентарей. Спасти жизни тяжело больных людей требовали сегодня возле Кабмина. Из 119 человек, которые стоят в очереди на лечение за рубежом, Минздрав под руководством Ульяны Супрун отправляет меньше половины. Хотя еще месяц назад в ведомстве утверждали, что выделенных бюджетом 186 миллионов гривен хватит, чтобы вылечить всех. Люди говорят, что для помощи оставшимся нужно дополнительно от 250 до 300 миллионов гривен. Протестующие передали обращение в канцелярию правительства и пообещали снова прийти под стены Кабмина, чтобы в конце концов добиться ответа от Минздрава. Мы потребуем терминовой пересадки сердца. Мы нашли клинику в Индии. 95 тысяч долларов, ждут нас с 1 червня, берутся и прогнозы очень непоганые. Но денег нет. Мы просим пораховать количество пациентов. Официально в Министерстве охраны назвать точную сумму, которая нужна для лечения всех тяжкохворих пациентов из государственной части. И выделить эти деньги из спецфонда Кабмета Минздрава. Потому что у этих людей, у всех тяжкохворих людей, у тяжкохворих детей, нет времени ждать еще два месяца, пока эта процедура пройде через Верховную Раду. Это время, который мы втрачаем. Все меньше шансов на спасение. Средиземное море стало слишком опасным для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу. Причина это действия Ливии и Италии. Подробности расскажет Татьяна Лагунова. Врачи без границ спасем детей. CI уже отозвали свои корабли. Неправительственные организации прекращают спасательные работы в Средиземном море. Они опасаются за жизнь и здоровье своих сотрудников. Правительство Ливии заявило, что расширяет свою поисково-спасательную зону ответственности и запретило кораблям неправительственных организаций к ней приближаться. Мы оценили ситуацию и пришли к выводу, что не хотим ставить наши экипажи под угрозу. Еще одна причина прекращения спасательных работ в этом районе – новое правило для гуманитарных организаций, которые разработали власти Италии. Страны, куда беженцы из Ливии и бегут. Они запрещают пересаживать спасенных мигрантов на другие лодки. Вместо этого предписывают доставлять людей на берег и передавать их местным властям. Цель этих нововведений – удержать беженцев в Ливии или вернуть их туда. Но мы-то знаем, какой ад эти люди прошли в Ливии и не хотим становиться соучастниками. Власти Италии оправдываются, дескать, подозревают неправительственные организации в содействии нелегальным перевозчикам людей. Те же просто называют данные десятки тысяч спасенных людей в год. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Отменить Брекзит обещает британский чиновник Джеймс Чепман. Раньше он помогал оформить развод с ЕС, и вот теперь собирает партию противников выхода. Что происходит в Соединенном Королевстве, разбиралась Елена Абрамович. Отменит Брекзит и даже повторный референдум для этого не понадобится. С такими заявлениями выступил еще вчера правая рука британского министра по Брекзиту Джеймс Чепман. Признался, год работал над разводом Британии ЕС и понял, что процесс этот бесполезен. Сейчас запускает новую партию и приглашает присоединиться всех, кто против Брекзита. В то же время его бывший босс Дэвид Дэвис обратился к Брюсселю с предложением создать временный таможенный союз. БМВ не хочет получить таможенную границу, которая будет замедлять их продажи или увеличивать административные расходы. Сименс не захочет этого делать. И порт Роттердама, самый большой порт в Европе, будет стремиться к эффективной работе. Поэтому они заинтересованы так же, как и мы. Позиция Лондона – нужно сделать все, чтобы предотвратить проблемы на границах после Брекзита. Брюссель же эту тему обсуждает неохотно. Мы учитываем просьбу Великобритании, но вернемся к этому вопросу только тогда, когда достаточно продвинемся в выполнении условий упорядоченного выхода. Беспроблемная торговля сторон невозможна вне единого рынка и таможенного союза. Еще одно предложение, с которым Лондон обратился к Брюсселю – оставить границу между Ирландией и Северной Ирландией прозрачной. Пересекают ее ежедневно около 30 тысяч человек. И на данный момент никаких таможенных и иммиграционных проверок не существует. Мы хотим достичь договоренности о таможне и границах с Европейским Союзом, что позволит нам не возвращаться к жестким границам прошлого в Северной Ирландии. Это касается не только Северной Ирландии и Соединенного Королевства, но и интересов Ирландии и Европейского Союза. В Брюсселе пообещали изучить это предложение. Впрочем, давать какие-либо ответы ЕС не спешит, пока не услышит, что Лондон готов выполнить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом. И этот вопрос далеко не решен. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Мощный взрыв возле международного аэропорта Саут-Энд в Лондоне. Над зданием поднялся густой дым. По предварительной информации, загорелся пустой ангар для самолетов. Пламя охватило все помещение. О пострадавших пока не сообщают. Огонь тушили семь пожарных бригад. На работу аэропорта инцидент не повлиял. Какой рекорд побил Барак Обама? Как сбой электросети сделал безработным министра на Тайване? И почему китайцы бегают в кабинках? Об этом и не только в нашем обзоре. Ошибка энергетика стоила должности министру экономики Тайваня. Из-за сбоя в работе государственной электростанции остров погрузился во тьму. Остановился транспорт. Люди застряли в лифтах, закрылись магазины и кафе. Власти начали расследование, но министр решил не дожидаться результатов и ушел в отставку. Барак Обама рекордсмен. Запись 44-го президента США стала самой популярной в истории соцсети Твиттер. Это его реакция на беспорядки в Шарлоттсвилле, где произошли столкновения на почве расизма. Обама процитировал Нельсона Манделлу о том, что никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за его цвета кожи. Твитт набрал более трех миллионов лайков. Еще одна жертва знаменитого режиссера Романа Полански вновь обвиняет в изнасиловании несовершеннолетней. Это уже третья женщина, уверяющая, что в 16 лет она подверглась сексуальному насилию с его стороны. Обладатель высших наград в кинематографе сбежал из США еще в 78-м, когда его обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Тогда Поланский признал свою вину и ему грозило до 50 лет за решеткой. С того времени режиссер живет в Европе и в Штаты не возвращается даже за Оскаром. Замучили до смерти ради селфи. Туристы в Испании 15 минут забавляли с дельфином и он погиб прямо на руках у людей. Малыш отбился от мамы и застрял на мелководье у пляжа. Отдыхающие вытащили его из воды и стали фотографироваться. Когда приехали экологи-спасатели, дельфиненок был уже мертв. Из бегунов футболисты. Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт проведет матч в составе английской команды Манчестер Юнайтед. Легендарный спортсмен завершил свою карьеру в легкой атлетике, но не исключил, что займется другим видом спорта. В начале сентября Болт попробует себя в роли футболиста в благотворительном матче против испанской Барселоны. В Пекине установили кабинки для занятий фитнесом. В каждой спортивной будке беговая дорожка, зеркало, очиститель воздуха, кондиционер и телевизор. Во время тренировки клиенты могут проверять электронную почту, слушать музыку и смотреть фильмы. Стоит такое удовольствие 2 доллара в час. Изобретатели считают, кабинка будет побуждать людей больше заниматься спортом, ведь многие китайцы отказываются от тренировок на открытом воздухе из-за его загрязнения. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok